МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Техническом училище и выпускается как инженер-механик. Со своей супругой Еленой Николаевной Цубербиллер они едут в Канаду изучать американский опыт строительства из бетонных камней. В Америке, в отличие от России, в те годы уже бетон был популярным материалом. В России он только начинал появляться, было очень много скептиков, очень много сомнений. И консервативное общество негативно относилось к такому материалу, который им казался не совсем природным. Применять опыт заграничных коллег и доказывать российской интеллигенции преимущество бетонных камней Александр Альбертович приехал в Голицыно. На окраине города построил завод, территория которого простиралась от железной дороги до Крестьянского проспекта. Здесь находились и экспериментальные домики, все из того же бетонного камня. Впрочем, один из них и сохранился до наших дней. Это дом самого изобретателя. Погода сегодня замечательная, и можно хорошо разглядеть не только твои фотографии, но и сравнить. Вот я вижу два похожих окошка. Чей это дом? Да, совершенно верно. Справа от меня находится дом инженера Александра Альбертовича Цубербиллера. Здесь был его заводик. Территория завода достаточно громадная. Она занимала место от железной дороги до следующего Крестьянского проспекта. На территории было несколько домов. Этот дом был своего рода экспериментальным. То есть он испытывал на нем технику, отлаживал систему кладки из бетонных камней. И сюда же приезжали к нему обучаться со всей России. На этой фотографии сам Александр Альбертович, и вокруг него деликаты из Ярославского земства, которые приехали обучаться строительству. Им он показывал, как работает его станок по производству бетонных пустотелых камней. И он обучал кладки, как правильно класть разным системам, потому что можно было по-разному складывать эти кирпичи. Также вполне возможно, что он был жилой. Возможно, прямо здесь жила его семья. Есть описание в книге этого дома, о том, что внизу находятся кухня и гостиная, а наверху три спальни. О плюсах бетонного камня заговорили сразу же. Материал дешевле кирпича, не нужно ставить печи для обжига, ведь этот бетонный камень высохнет и сам максимум за три недели под открытым небом. Соломой укрывать, да и только. И, конечно, превосходство перед деревом, очевидно, огнестойкий материал. Цена за дом от двух тысяч рублей. Не чудо ли? Мы берем интервью у краеведа Марии Лобановой на территории гимназии. Венец творения из пустотелого бетонного кирпича так без ложной скромности писал о нем сам инженер Александр Цубербиллер. И был прав, по всей видимости, ведь и сегодня гимназия стоит как памятник бетонному строительству. Кладка в полтора кирпича, американская штукатурка. Нет сырости и плесени. Если переводить дюймы в сантиметры, то кирпичи были размером 20, ширина 20 глубина и 50 сантиметров длина. То есть за моей спиной вот эти кирпичи, они достаточно большие. Внутри них есть овальная дырка. Когда они друг на друга кладутся, в здании происходят такие коридоры воздушные, которые дополнительно, эти воздушные коридоры создают подушку тепла. Если продолжить про историю вообще создания, возникновения поселка, то в те годы, это начало 20 века, стала популярна жизнь за городом. И москвичи, жители города, мегаполиса, они потянулись на природу. И по нашей ветке, когда-то она называлась Московско-Брестская, сегодня это белорусская, было построено очень много дачных поселков. Был построен поселок в лесном городке, был построен поселок в Жаворонках, тогда это было 34 верста, и был построен поселок в Голицыно. Голицыно, естественно, чуть дальше находится от Москвы. И каким-то образом владельцам и хозяевам поселка нужно было конкурировать с другими поселками такого же типа. Поэтому главным таким звеном и аргументом в пользу приобретения участков здесь, во-первых, было то, что здесь находился бетонный завод инженера Александра Альбертовича. Здесь можно было прямо брать строительный материал и строить дома из бетонных камней. Дополнительным аргументом в пользу приобретения именно в нашем поселке участков было наличие гимназии. Это было очень важно, потому что люди могли переехать сюда на постоянное место жительства, дети могли учиться. А гимназия в Голицыно была очень элитная. Я нашла цены обучения в гимназии, и, честно говоря, они очень высокие. То есть здесь 600-650 рублей в год с пансионат с проживанием. По тем временам где-то в среднем 120, но, в общем, выше 300 не поднималась цена. Это говорило о том, что гимназия была элитной. Сюда приезжала московская интеллигенция, обладающая капиталами. И во многом это обусловлено то, что здесь покупались участки. Купить участок с домом было в перспективе дешевле, чем платить за проживание ребенка в пансионате здесь. Супруги Цубербиллер активно рекламировали свои изобретения. Написали несколько книг-брошюр, где описывали не только производство камней, но и быт заграничной на примере Торонто. В Голицыно охотно съезжались мастера со всей России на обучение к известному на то время инженеру. Дома эти приобретали в основном преимущественно, конечно, обеспеченные люди, московская интеллигенция, и мы можем назвать некоторые такие фамилии. На главной улице, рядом с гимназией, был дом Федора Адамовича Корша, московского театрального деятеля, антрепренера всем известного. У него был театр Корша в Москве. Рядом с ним стоял дом московского архитектора Павла Александровича Толстых. Самое известное его произведение – это храм всех святых сокольников. Рядом же опять жил московский художник Николай Ефимович Кузнецов, ученик Коровина. В общем, такой достаточно широко известный в советское время художник, плодовитый. Он оставил очень много работ в наследие. Его работы есть во всех крупных музеях страны. Он также жил в особняке из бетонных камней. Вот здесь, где мы находимся, у реки, наверное, были самые живописные участки. Справа от меня находился дом присяжного поверенного Льва Максимовича Мандельштама, дальнего родственника. Поэта Осипа Емельевича Мандельштама. А чуть впереди находился также особняк, мы знаем только фамилию этого человека, Грава. Но перспективный проект был прерван по причине Первой мировой войны. Александр Альбертович уходит на фронт, попадает в плен к немцам. Ему удается вернуться, и тут же на родине он вливается в белогвардейское движение. В 1919 году навсегда покидает Россию. Он эмигрирует во Францию, потом в Лозанну, там он также занимается изобретениями, очень много патентов хранится в архиве Лозанны. Сегодня в Голицыно, кроме гимназии, сохранилось еще 15 бетонных домов. Они устояли перед временем и помнят не только революцию, Вторую мировую войну. Эти камни давно оправдали надежды инженера Александра Альбертовича Цубербиллера, и по сей день хранят тепло домашнего очага голицынских жителей.